Столько всяких разных фриков, что мне немножечко стрёмно. А я тут заблудилась. Это абсолютно город про тусовки. На улице, ну как я люблю, градусов 40. Короче говоря, представляете, у меня вчера началась какая-то аллергия. Я в надежде, что это что-то на местную там флору и фауну, в которой у меня нет иммунитета, потому что я вообще не аллергия, у меня никогда в жизни не было аллергии. А это вот у меня обухли, короче, глаза, и они слезятся. Сейчас уже получше, но тем не менее. Я хочу сейчас доехать в аптеку, купить что-то, не знаю, как это называется, антигистаминное. Это, походу, улица какая-то у них центральная, что ли, наверное, прогулочная. Выглядит вообще, как какая-то улица-торговый центр. Тут крыша с этими всеми иллюминациями, как это называется, не знаю. Ой, но, честно говоря, тут столько всяких разных криков, что мне немножечко стрёмно. Поэтому я отсюда ухожу. Посмотрели, и хватит. Мне надо в аптеку, и лучше на эти отельчики прикольные посмотреть. И всё, и сфоткаться у знака Лас-Вегаса. Welcome to Fabulous Las Vegas. Но если сейчас, просто в среду, столько народа, то что же тут на выходных и вечером? Я сказала, что здесь очень много фриков, но когда люди наверняка видят, как я вот сейчас буду переодеваться в багажнике, вот это всё, наверное, я немножко где-то рядом тоже с какими-то фриками. Мне кажется, они так думают. Есть. Ларет один. Обычный. Ой, божечки, хоть бы мне помогло бы. А где я вышла? Хоть бы помогло, пожалуйста. Я хочу пойти вот туда, на Бутапорский Нью-Йорк посмотреть. И надеюсь, что с моей машиной все будет в порядке. Но я-то была клиентом CVS, правильно? А я могу здесь постоять немножко. Хотела просто посмотреть на этот отель Нью-Йорк, а я тут заблудилась. Я не понимаю, все, мне уже надо к машине, мне уже тревожность, что мою машину сейчас эвакуируют, а я не понимаю, куда тут идти. Он такой огромный, этот отель, просто пипец. Я сейчас вышла на улицу, тут вот это дороги, дороги, дороги. Для пешеходов ничего, короче, вообще пипец. Я знаю, что здесь должна была быть статуя свободы, и я хотела ее найти. Собственно, была в поисках, но тоже мне не удалось. Я не знаю, где она. Ой, так вот же она, так вот же она. Так, случайно вышли. Вы просто посмотрите, какая здесь очередь. Я вот теперь думаю, стоять не или не стоять. Кстати, чтобы сфоткаться с этим знаком, тут целая отдельная парковка для этого. Фух, ну я ее отстояла, это было минут 15-20, но сейчас она стала еще большей очередь. Но в целом достаточно быстро для такого количества народа, достаточно быстро идет, потому что они все подходят, фоткаются, наверное, на одну компанию, там, не минутка. Зачем я стояла в той очереди, когда можно было вот рядом с отелем, своим тоже сходом, В целом, какое у меня впечатление от Лас-Вегаса? Это абсолютно город про тусовки, то есть вот не зря вот эти все фильмы «Мальчишники», «Девишники» в Вегасе. Вот если тут отметить как-то громко хочется, там, я не знаю, со всей компанией, со всеми своими друзьями, какой-то свой праздник, день рождения, не знаю, там вот этот «Девишник», «Мальчишник» или что-то еще, вот это однозначно сюда, и здесь найдется вообще тусовка на любой вкус, на любой вкус кухня. Время-препровождение, вот все, что вы хотите, вы здесь найдете. И, ну, это у меня такое впечатление сложилось. Если вы любите вот такие тусовки, там, от утра до ночи, с ночи до утра, 24 на 7 нон-стоп, то это тоже сюда, потому что, ну, как мне кажется, как я вчера слышала из отеля, что вообще город не умолкает, то есть вот в Лос-Анджелесе до двух, все тусовки до двух ночи, все. Мне кажется, что здесь такого нет, и все просто гузят, тусуют 24 на 7. И вот если хочется в какой-то такой вот отрыв уйти на выходные, например, то это вот прям сюда. Одному, конечно, не очень получается прикольно здесь, ну, так я походила, какие-то, ну, что, я, конечно, не пойду никуда одна. Вот, а вот с компанией прям вообще отлично, если вы такое любите времяпрепровождение. Ну, очень интересно, очень интересно, и побывать однозначно стоит. У меня каких-то негативных впечатлений вообще не осталось. Ого! Ну, здрасте. Ты где? Хоросенок. Вот ты! Ты мой сладкий! Ой, господи! Ух, те гузочки! Где мои милки? Чем мне запомниться еще эта поездка, не могу не поделиться. Мне только что написала адвокат, что мне отменили мой мастер суд, который должен был быть в июле. И назначили основной суд на, внимание, 29 февраля 24 года. И это супер, вообще, крутая новость. Во-первых, потому что мне не надо на мастер суд будет приезжать, дергаться. А во-вторых, то, что его достаточно скоро назначили, потому что вот в последнее время многим я слышала, что назначают на 26-й аж год, а это на 24-й. И, блин, короче говоря, я супер рада, и это просто отлично!